Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Щековская Екатерина. Мы продолжаем наш большой челлендж 100 эскизов. Предыдущие видео вы сможете посмотреть в данном плейлисте, я все подробно рассказываю и объясняю. Мы продолжаем использовать наш шаблон, и у меня хорошая новость. По вашим многочисленным просьбам мы разработали разнообразные шаблоны для детей и мужчин, которые вы можете скачать и использовать. Они есть у нас на сайте, я ссылочку оставлю под видео. Соответственно, есть бесплатные шаблоны, и тот, на котором мы рисуем бесплатный, пожалуйста, скачивайте, пользуйте, тоже все ссылочки будут под видео, пожалуйста. И есть по условно платным цене, это сделано для того, чтобы ограничить роботов и всех остальных, чтобы они у нас не мешались по очень доступным ценам. Есть шаблончики, можете их скачать, шаблон с лица и спинки, от маленьких деток, разной пропорции, до мужчин и женщин. Если вам интересны еще какие-то шаблоны, пишите мне в комментариях, обязательно разработаем, добавим на сайт. Я хочу сделать дизайн одежды максимально удобным, максимально продуктивным, поэтому обращайтесь, пожалуйста, с удовольствием это добавим. А теперь возвращаемся в Adobe Illustrator. Открыли наш файл. Шаблон у вас будет скачиваться в PDF, поэтому вы сможете его, так же, как и я, редактировать. И сегодня мы будем с вами рисовать брючки-джогеры. Сейчас, наверное, это одно из самых популярных. А я хочу убрать руки. Двойной клик, я вхожу в режим изоляции, еще один двойной клик провалился еще на слой глубже. И уберу руки, потому что для брючек они мне не понадобятся. Теперь шифтом в одну сторону копирую шаблон. И опять в другую сторону, shift, alt, отпускаю кнопочку мыши, кнопочка клавиатуры. Вот у меня получились два шаблончика, с которыми я буду работать. То есть шаблон, они как бы у нас изначально уже есть, но мы под каждый эскиз его можем немножко адаптировать, что, ну, очень удобно, потому что, когда брючки, юбки и что-то не очень пышное, мы можем руки убрать, когда нам нужны руки, в зависимости от того, какая поза. Может быть, одна рука идет вдоль туловища, вторая отставлена, чтобы показать, там, если, например, у вас летучая мышь, да, показать, как смотрится конструкция, в то же время показать, как она смотрится в опущенном состоянии, какие складки образуются. То есть это вот такой формат. Теперь мы с вами ставим замочек на наш слой, создаем новый слой и, как я люблю, приближаем лупой, это кнопочка Z, если кто-то любит с клавиатурой работать. Я выбрала с панели инструментов. Приближаю, где у нас будут брючки, будем опять рисовать половинку. И здесь в брючках у нас будет такой момент, как рисунок складочек. Обычно он вызывает много проблем. Ну, сейчас мы эту проблему разберем, решим, у вас все будет получаться. Так, первое, пояс. Определяем, соответственно, толщину и высоту посадки, толщину самого пояса, высоту посадки, для того, чтобы сразу их расположить. То есть я рисую стандартную посадку прям вот по талии. Можно опустить, можно еще больше поднять, но сейчас вот мода пошла на высокие талии, да, то есть либо на месте, либо чуть выше. Поэтому для джоггеров, в принципе, на месте все будет нормально. Степень прилегания к ноге тоже на шаблоне хорошо рисовать. Я сделаю понизу на небольшой оборочке, поэтому вот таким образом у нас брючки с вами и сложатся. Соответственно, рисую я инструментом перо замкнутые контуры. Как видите, сейчас нарисовала только два замкнутых контура. Один, отвечающий за пояс, второй, отвечающий за штанины. И уже, в принципе, у меня прорисовался силуэт. Вот здесь у меня не совсем правильно и красиво получился угол, который оформляется по направляющим. Я взяла инструмент опорная точка, навожу на эту точечку и немножечко сейчас поправлю, чтобы оно было вот так. Как оформляется обычно низ у штанины, вы можете, вообще вот это такая общая рекомендация, посмотрите, если у вас есть свои джоггеры, если у вас есть, ну, просто фотографии в магазин сходите. В многих фирмах есть такое понятие, как аудит. Вы идете в магазины, смотрите на какие-то технологии, находки, для того, чтобы понять, посмотреть и руками все это прощупать. Соответственно, две основные технологии, как обрабатывается низ, это либо манжета из риба, рибаны, кашкарсе, либо же, может быть, просто сборочка. У джоггеров, как правило, снизу резинка. Можно делать прямую, но это уже немножко другая модель. Вот я нарисовала сейчас общий силуэт резинки, мы сейчас доработаем. Собственно, все. Если нужно, мы дорисовываем карман. Сейчас вот эту вот кривую мы поправим. Получился карман. Карман я люблю рисовать отдельным замкнутым контуром, для того, чтобы его сделать чуть темнее основного полотна, показать, что он чуть-чуть сзади. А обработка тоже может быть самая разная. От отстрочки до ничего, до обработки рибаны, какие-то пайпинги, листочки, молнии, все что угодно. Это уже такой эксклюзивный дизайн. Сами добавляйте в зависимости от потребности модели. Рисуем прям вот основу. Потом будем чудить и смотреть, как это все можно сделать. Так. В общем-то, у нас все получилось. Давайте мы тогда сейчас с вами нарисуем манжет по низу. Будем делать вид, что он у нас из основного полотна. Соответственно, как это будет выглядеть. У нас будут с вами складочки. Здесь вот есть, можно дугой. В принципе, видите, она такая дугообразная линия. Сама вот так вот гнется. Можно даже вот ее вниз. Она вам будет прорисовывать складочки, которые есть. Это в чем-то удобно. Сначала они немножко толстоватые. Потом мы сейчас потоньше сделаем. То есть, нам нужно показать, что у нас здесь сборка. Она может быть отсрочена по центру, может быть не отсрочена. Но вот такая вот у нас будет сборочка. Используйте этот инструмент. Он достаточно удобный. Так, вот такие толстячки у нас получились. На 0,25 мы их снижаем. И я очень люблю вот здесь делать красоту, чтобы они получились такие. Плюс ко всему добавим теневой аспект. Теневой аспект это когда у нас есть с вами тень. Рисую форму тени. Соответственно, поверху. У нее не будет контур, у нее будет только заливка. Всегда я обычно это делаю черным цветом. И задаю процент непрозрачности. Вот так она у меня получилась. И сейчас вторую я сформирую. Она должна показывать, что у нас там заламываются складки. Могут даже немножко пересекаться. Это очень даже ничего. Вот таким образом. И тоже пипетчика сейчас щелк. Пересняли. Вот у нас получился с вами такой манжет. Залили. Пожалуйста, вот он у нас присобранный. Давайте здесь тоже зальем белым цветом. Здесь тоже белым. А вот эту часть можно залить светло-светло-сером. И видите, как сразу такой теневой оттенок он туда дает. А вот пояс мы уже будем с вами рисовать, когда у нас будет две половинки брюк. Тогда уже можно с поясом будет общаться более детально. Берем инструмент зеркальное отражение. Отражаем. Я нажимаю кнопочки Shift для того, чтобы отражалось правильно. И Alt, чтобы скопировалось. Правильно я имею в виду, чтобы угол соблюдался. Соответственно, здесь две половинки мы не сшиваем. А вот пояс у нас будет единым моментом. Нам понравилось окно. Обработка контуров. Где она? Вот она. Слизь. Вот. Получился единый пояс. Что мы обычно с вами имеем на поясе? Как правило, там двойная отстрочка, внутри резинка. Тоже все бывает по-разному, поэтому это просто мои предположения, как бы это могло быть, как бы это могло смотреться. Давайте сделаем пунктирную линию. И вторую линию. Соответственно, вокруг всего этого красоты точно так же будут складочки, точно так же будут тенюшки. Давайте начнем с теней. То есть мы рисуем какую-то теневую составляющую. Посмотрите фотографию джоггеров, как это все на поясе будет смотреться. Соответственно, это прорисовывается. Замыкаю контур. Мне не нужен цвет самой водки, мне нужен только цвет заливки. Поменяла. Сделала. И здесь точно так же. В зависимости от того, из чего они у вас сделаны. Может быть, посмотрите видео, где мы рисовали с вами свитшот. Я показывала, как делать заливку рыбам. Может быть, нужно так будет сделать. Обязательно эскизы отталкиваемся от технологии. Эскизы это в первую очередь, когда вы уже в вашей задумке начинаете переносить на то, что у вас получается, и смотреть, как это делается. Поэтому никогда не надо этим пренебрегать. Так, я создаю новый слой, блокирую все, что под ним. И сейчас буду создавать линии, которые будут показывать складки. Сразу сделаем тоненькими. И, соответственно, вот как-то так они будут располагаться. Зачем я создала их на новом слое? Чтобы мне потом их все вместе выбрать, присвоить им определенную атрибутику. Вопрос по складкам. Я знаю, что очень многие этим учат, очень многие его задают. Нужно попрактиковаться. Нужно посмотреть о том, как их рисуют другие. И один из способов это взять чужие эскизы, например, из бурды или просто в гугла спросить или в пинтересте найти технические эскизы Adobe Illustrator и попробовать их скопировать. Не для того, чтобы потом эти эскизы кому-то продать или еще что-то. Нет. А именно, чтобы вы скопировали этот эскиз и посмотрели, какими приемами автор себя выражает. Таким образом, вы эти приемы переймете себе в арсенал и будете их использовать. Именно приемы. Не копия эскиза, а приемы того, что получилось. Выбираю все вместе, сгруппировываю. И вот здесь вот так мы сейчас сделаем. И даже, я думаю, что 0.15. Вот так. Получились складочки. Теперь можно это все у нас сгруппировано поместить на тот слой, на котором мы и работаем. Все. Вот таким образом. Собственно, базовые джогеры готовы. Можно рисовать полукруглыми. Можно даже сделать более тонкими линиями. Можно их рисовать более грубыми линиями. Это уже художественное восприятие автора. Вот смотрите, потоньше, потолще. Как ваш глаз больше это воспринимает. Как вам это больше видится. Художественную составляющую. Метехническую составляющую я вам показала. И джогеры готовы к тому, чтобы мы нарисовали спинку. Выбираем все. Копируем на спинку. Если у вас там не предусмотрено каких-то дополнительных складочек или еще чего-либо, то, в принципе, вот она спинка. Можем единственное, что сделать, чтобы показать, что она прям вот. Это попчика. Вот так. Рисуют иногда такую штучку. И она показывает, что, в общем-то, это спинка. Все. Мы их нарисовали. И теперь вы можете их сливать разными цветами. Разными фактурами, текстурами. Но, как правило, сейчас то, что я вижу. Давайте я скопирую их. Как правило, у нас это будут костюмы. И сейчас я вам покажу еще один пример. Чем так классно, что мы с вами рисуем все это. Так, почему-то у меня... Куда мои линии ушли? Я не понимаю. Куда вы уходите? Они уходят назад. Так, хорошо. Тогда мы сейчас сделаем по-другому. Мы их скопируем. Вот они, да? Скопируем тут и там. Удалим этот слой ненужный. И просто их добавим поверх. Как объекты. Не как слой, а как объекты. Все. Теперь можно сгруппировывать, и все будет хорошо. Да. За счет того, что они были на слой, они так себя ввели. Давайте покажу по цветам. А потом покажу, в чем плюс работы с шаблонами. Так. 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 Выносим у нас, получается, наш эскиз. Я не понимаю, там что-то какая-то у нас проблема, что ли. Да. Надо чуть-чуть поддернуть вот этот уголочек. И теперь можно сделать заливку. Давайте зальем чем-нибудь однотонным. Какие сейчас у нас цвета? Цвет. Бежевый, красивый какой-нибудь. Можно с пудровым оттенком. Очень сейчас это популярно достаточно. Вот. Не поросячий такой, а вот. Оттенок пудры. Чуть темнее цвет берем для кармашков. Так. Сейчас этот цвет я перекину в основные образцы. И за счет того, что мы с вами тени нарисовали черным, нам сейчас особо ничего править не нужно будет. Нам только будет нужно выбрать основу, залить ее основным цветом. И также у пояса выбрать основу и залить ее основным цветом. И все. На счет того, что там все черно-серое, оно само себя соберет. Может быть я немножко погорячилась с темнотой теней. Можно сделать их чуть-чуть полутоном. Вот так. Вот. И скрупировать. Можно сделать передвольной клик. Выбрать волшебной палочкой все цвета. И, например, задать мягкую фисташку по цвету. Вот у нас с вами получилось два цвета. А теперь вспоминаем, что у нас с вами мега популярные костюмы. А у нас уже отрисован свитшот. Соответственно, где у нас свитшот? Вот у нас свитшот. Это был эскиз номер четыре. Я его сейчас открою. И могу взять наш свитшот. И сделать комплект. Поскольку это все у нас прекрасно на шаблоне. То, смотрите. Давайте я возьму прям с шаблоном. Потому что здесь он с руками. Сейчас уберем тогда. Создам вот сюда это все в копию. Они у меня абсолютно одного размера. Лишнее удалю. Этот шаблон мне не нужен. Вот. И могу теперь мои брюки поместить на этот же шаблон. Вот так я... О! Сейчас совмещу, чтобы они попали друг под другом. Это вот важно, чтобы они попали. Тогда можно будет смещением все верно сделать. Смотрите, чтобы один шаблон встал с другим. Вот. Встал. Теперь сделаем смещение. Вот так. Отлично. И создадим под него монтажную область. А теперь смотрите. Брючки. Под наш костюм. Надо просто это убрать на задний план. У нас получился с вами полноценный костюм. И мы можем его теперь, как это красиво обычно делают, разложить и описать, что же у нас там внутри. Прокрасить нужными цветами и сразу работать. И вот это очень-очень удобно. Мы можем эскизы, которые мы отрисовываем, между собой миксовать, смотреть, как они будут смотреться. Потому что у нас шаблон. И я уже понимаю, что у меня будет не вот так смотреться, как иногда любят рисовать. Типа вот оно вот так. А то, что когда оно оденется на фигуру, оно будет именно так. И даже карманы закроются. То есть, потому что они у меня на талии. Могу там другую эскиз открыть, которую мы уже рисовали. Давайте что-нибудь... Ну, вот футболка у меня есть. Смотрим. Если вы рисуете со мной последовательно, у вас... Так, это прямая юбка. Давайте откроем футболку. Я хотела. Вот футболка. Эскиз номер 2. Вот она футболочка. Я могу эту футболку поместить к моему комплекту. Вот она, мой комплект. И сказать, что она будет комплект из трех единиц. И уже посмотреть, подходят они друг к другу, не подходят они друг к другу. Как они будут между собой. Конечно, нужно понимать, что футболка, она более мягкая. И, естественно, она будет... Вот таким образом сидеть. Немножечко драпироваться по-другому. Но мы уже стыкуем то, что есть. И вот можем показывать, что у нас вот такой комплект. Вот он из трех будет собираться и будет определенным образом компоноваться. Это только из того, что мы с вами отрисовали. Естественно, можно компоновать из большего объема. Тоже прокрашивать здесь цвета, сочетать их между собой. Ну, например, у вас могут быть брюки темно-синие. Здесь темно-синие рукава. Там полочка другого цвета. Это уже в зависимости от потребности дизайна и того, как вы это хотите. Здесь там логотип размещать. Здесь добавлять сюда карманы. И далее, далее, далее. Это... Почему я говорю база? Очень здорово иметь базовые эскизы, которые вы можете открывать при необходимости. Вот мне сейчас понадобится футболка. Я ее не буду с ней нарисовать. Я открою одну из своих футболок, которые у меня лежат в базе. На ней произведу какие-либо изменения. Введу на ней членение, размещу на ней принт. И тогда лея е. Именно поэтому вот первые, я думаю, что эскизов 10, мы с вами будем рисовать базовые, стандартные штучки. Во-первых, вы посмотрите основные приемы, потренируете руку, сварите свои первые там 10-100 пельмешек, как это говорят, да, по мудрости. Вот. И уже поймете. Вот этим классно рисовать на одном шаблоне. У вас все эскизы одинаковые. По пропорциям относительно фигуры, и вы понимаете, как они будут между собой стыковаться. Естественно, футболка, она у нас плоско нарисована, она на фигуре замнется. Вы можете ее заправить внутрь брючек, например, смотрите. И таким образом вам нужно будет нарисовать, что футболка будет уходить внутрь. Естественно, она не будет так смотреться, как здесь. Но это уже можно поправить, имея базовую футболку. Сейчас я удалю вот эти два линия, они не нужны, их не будет видно. Вот. И здесь добавить так называемый набор. Вот вы уже заправили вашу футболку. Она вот таким образом. Естественно, здесь надо будет добавить, ну, как будто здесь есть складочки. Но вы совместили два ваших эскиза и получили постоянный приход в какую-то точку, не нужно мне. Вот. Соответственно, теневую историю добавили. Вот. Уже получили комплект и уже получили комплект с вариативностью, как его будем носить. То есть мы можем показать, что на самом деле это вот такой комплект, а носиться он будет вот так. Ну, если она будет заправляться. Если нет, то нет. Может там пошире выпуститься. Да, я такой сейчас нарисовала. Могу увеличить напуск, показать то, что она будет вот еще туда. Это уже все варьируется. Используйте этот прием. Попробуйте уже из своих отрисованных эскизов, если еще не нарисовали, то нарисуйте. Посмотреть, как это будет. Попробовать посочетать эскизы между собой. И вы можете использовать свой шаблон, вы можете использовать мой шаблон, можете его где-то скачать. Но мои шаблоны, если вы берете, то все, они ваши. А если вы берете чужие шаблоны, ну, как бы, имейте в виду, есть на них право собственности у кого-то. И никто не будет возражать. Я не буду возражать, если вы будете скачать мои бесплатные шаблоны, или если платные вам какие-то нужны. Вот. Можете нарисовать свое, можно взять свою фигуру и нарисовать. Кстати, если вам это интересно, напишите мне в комментариях, покажу, как нарисовать шаблон фигуры со своей фотографией. И тогда вы будете сажать фигуру на себя. Под каждого заказчика, конечно, проблематично такое нарисовать. Ну, в принципе, 10-15 минут вполне разумно. Сейчас такое применяется в 3D-моделировании, и можно и в 2D сделать. Но вот такой вот манекенчик, он, мне кажется, более универсальный. Фан, если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, пишите мне комментарии, что еще вы хотите порисовать. У меня уже стоят и джинсы, и стоят платья с перьями, блестками и так далее. Я их отложила, значит, попозже. Хотя джинсы мы скоро уже нарисуем с вами. Какие-то еще приемы, которые вы хотите увидеть. Более подробно, более детально со всеми инструментами я работаю в своем курсе Adobe Illustrator в дизайне одежды. Я индивидуально там проверяю занятия, даю комментарии и все остальное. Это суммарные такие знания, да, вот как мне нарисовать конкретный эскиз. То есть я не рассказываю вам вот перо, да, и как там его настраивать, что, куда, зачем и почему, какие есть прописи для пера. Это, естественно, я здесь не разбираю, я уже показываю, что ну как бы в целом работу. Если хотите более детально, глубоко разобраться, welcome. Сюда, пожалуйста. Не забывайте подписаться на канал. Каждый вторник я вас радую. новыми эскизами. И до скорых встреч. С вами была Чайковская Екатерина. Пока-пока.